Добрый вечер! Итоговый выпуск Часа новостей на 12-м канале в студии Любовь Федорова и коротко о главном. Поручения и решения на месте происшествия. Губернатор встретился с жильцами домов, пострадавших в субботнем пожаре. Что еще готовы сделать власти, чтобы люди не встречали зиму без крыши над головой? Есть что показать. Эта машина с говорящим названием поистине мечта каждого земледельца. И чем заплатить за обучение будущих сельхозпроизводителей? Работодатель платит стипендию на весь обучающий период. Агроомск теперь это не только демонстрация техники и продукции, но и масштабный кадровый проект. Кому он может быть полезен? Без поддержки сейчас мирному населению не выжить. Люди, стахановцы очень ценят внимание обещать, то, что делается совместно с подрядчиками. Как омские строители и инженеры помогают восстанавливать больницы и школы. Эксклюзивный репортаж ведущего 12-го канала Владимира Казанина с новых территорий России. План есть, а желаемого новичка в составе все еще нет. Сейчас уже конец июля, а про соседу в авангарде почему-то ни слуха, ни духа. Что случилось? Почему известный 25-летний форвард до сих пор не пополнил состав омского авангарда? В новом выпуске рубрики «Оверзгляд». Не соборная, а сытная. Планируется в стиле ракеты «Ангара» выпечать пирог порядка 10 метров. В день города в Омске испекут космический кулинарный шедевр. И не только. Где побывать, чтобы увидеть все самое интересное? Перечислить пострадавшим первые выплаты в кратчайшие сроки и предоставить людям в случае необходимости временное жилье, а также восстановить все коммуникации. Важные заявления сегодня сделал губернатор Виталий Хаценко в ходе встречи с жильцами сгоревших в центре Омска домов. Напомню, страшный пожар произошел в субботу из-за хлопка газа. Один человек погиб. Сейчас на месте ЧП работают следователи и аварийные службы. Огнем полностью уничтожены пять домов. Еще два десятка получили повреждения. Репортаж Дениса Жаркова. В первую очередь возобновить подачу света и газа. Без электричества в день происшествия осталось больше 90 домов. Без голубого топлива свыше 800 абонентов. Представители ресурсных и сетевых компаний отчитываются и перед главой региона, и перед жителями, обещая восстановить инфраструктуру в кратчайшие сроки. Например, возобновить подачу газа планируется к среде. Вы очень долго говорите. Двое суток конкретно. Двое суток. В ближайшее время жители, чьи дома пострадали от огня, получат также компенсационные выплаты. От города до 25 тысяч рублей и области до 100 тысяч. Уважаемые жители, послушайте, пожалуйста. По оперативной выплате, вот то, что по линии Минтруда мы делаем. Сейчас Ирину Павлову попрошу, чтобы мы до вечерной среды, до конца среды, эту выплату сделали. С учетом всех комиссионных исследований, чтобы она уже на карточку была. Павла, Павла, шерпат. И у нас это не будет. Сейчас идет обследование домов. Жителям оформляют все необходимые справки, чтобы они могли получить выплаты. Страшный пожар на 19-й линии произошел в субботу. Газ горит. Еле дозвонились до аварийной. Столб огня был виден издалека. Отряхнуло при взрыве так, что ощутили даже на другом конце улицы. И поуслышали такое, даже не понял, сначала хлопок какой-то такой сильный, какой-то так гул такой. И мы просто выскакиваем, Оля говорит, мама быстро из дома. Выскочили босиком, даже не успели обуться. И жар был такой силы, что вот за гаражами мы метров 20 отбежали. И спина горела, аж прям как будто бы тебе огонь в спину дышал. Сигнал о возгорании на 19-й линии поступил на пульт пожарной охраны в 15-40. Тушили пламя 17 единиц техники и 57 спасателей. По прибытию к месту вызова пожарных подразделений было установлено, что по нескольким улицам, а именно 18-я и 19-я линии, горят дома жилые. Сразу площадь установить было невозможно и количество домов, потому что огнем было все объято, температура большая, интенсивность и постпостройки. В половине шестого открытое горение удалось ликвидировать. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров. Пять домов полностью уничтожены огнем, еще два десятка получили повреждения. Погиб один человек. 59-летний мужчина жил в доме, рядом с которым и произошел хлопок. Масштабы разрушения на 19-й линии просто поражают. Рядом с эпицентром дома буквально сгорели дотла. Вот здесь можно посмотреть, что осталось от покрышек, которые, видимо, служили клумбами. Выгорела резина полностью, только металлический корт остался. А вот и место, где все началось. Огромная воронка, по дну которой проходит разорванная газовая магистраль. Сейчас эта воронка полностью затоплена. Прорвало водопровод, поэтому часть у жителей микрорайона осталась и без воды. Восстановить ее подачу также обещают в ближайшее время. В целом же, как предполагают в областном Минэнерго, именно вода, как ни парадоксально, и стала причиной пожара. Из-за обильных дождей просел грунт, что и повлекло за собой разгерметизацию и воспламенение подземного газопровода. Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Кроме того, Виталий Хаценко поставил задачу мэру совместно с областным Минэнерго и Министерством региональной безопасности разработать план того, как помочь людям с ремонтом и восстановлением жилья. Денис Жарков, Павел Акохов, 12 канал. Содержание городских коммуникаций в целом губернатор Виталий Хаценко сегодня обсудил с мэром Сергеем Шелестом. Речь шла в первую очередь о ремонтных работах на сетях водо- и теплоснабжения и подготовке их к отопительному сезону. Как доложил Сергей Шелест, сейчас в данном процессе задействовано 27 бригад ресурсоснабжающих организаций. Глава региона отметил, что важно строго соблюдать графики выполнения профилактических и ремонтно-аварийных работ. А также поставил задачу информировать о мячей об их причинах и сроках проведения, чтобы люди знали точные причины отсутствия воды. Кадрами обеспечат Омск и всю Сибирь. Регион приступил к реализации федеральной программы целевой подготовки «Школа-вуз-бизнес». Она поможет в том числе и решить проблему дефицита кадров в сельском хозяйстве. Для этого сразу в 10 образовательных учреждениях в районах области открываются агроклассы, а студенты смогут получать высшее образование за счет сельхозпредприятий. Как это будет работать, сегодня обсуждали эксперты АПК в рамках первого дня работы выставки «Агро-Омск». Между тем, в парке на Королево уже выставили передовую технику. Слово Анни Кокориной. Многофункциональные комбайны, зерноуборочные машины, разного вида сейлки и трактора сельхозтехника на Агро-Омске, похоже, может сама пахать, сажать и сеять. Но эта машина с говорящим названием поистине мечта каждого земледельца. Ее можно вывести на неподготовленное поле, поскольку специальными приспособлениями. Машина сначала срезает сорняки, затем взрыхляет землю, удобряет ее и высыпает необходимое количество семян. Ну а следующим этапом прикатывает и выравнивает почву. Если собрать несколько таких модулей, то огромное поле можно будет обработать всего за несколько часов. Облегчает работу земледельцев и огромные комбайны с компьютерным управлением. Выбор культуры автоматически настраивает скорость жадки и обрабатывающего барабана. Но для обслуживания такой машины требуется особая целевая подготовка. Кадр мы воспитываем. Ежегодно в нашей компании студенты проходят практику, в том числе и практическую, на которой они имеют возможность познакомиться с новинками техники, ну в принципе с передовыми технологиями и с работой машин. И такой работе с кадрами сегодня открыты многие предприятия агропромышленного комплекса. В регионе реализуется федеральная программа подготовки школа вузбизнес. Целевыми станут сразу 10 образовательных учреждений в районах области. В них уже функционирует 63 агрокласса, в которых раннюю профориентацию проходит больше тысячи ребят. За каждым классом у нас закреплены как бы по две грядочки. Дети сами решают, что они будут садить, сеять и в течение лета ухаживают. Теперь в рамках федеральной программы за каждой школой закрепят предприятие, на котором ребята смогут бывать на экскурсиях и проходить летнюю практику. В дальнейшем предусмотрено целевое обучение и гарантированное трудоустройство. К слову, уже сейчас потребность в кадрах сельхозпредприятия могут заявить на цифровой платформе «Работа.ру». Все заявки оперативно обрабатывает Омский аграрный университет и закрывает их студентами-целевиками. Работодатель платит стипендию на весь обучающий период. И ребята потом будут и на практике в этих предприятиях, ну и потом будут трудоустроены. Уже будут знать, какое у них будет рабочее место, какой уровень финансового обеспечения, какие технические вопросы они будут решать. То есть мы заведомо сегодня готовим уже кадры под именно конкретные предприятия. По федеральной программе Омский ВУЗ готов обеспечить кадрами без преувеличения всю Сибирь. Уже в этом году 266 студентов будут получать образование за счет сельхозпредприятий Омска, а также Тюмени, Алтая, Новосибирска и Красноярского края. Анна Кокорина, Павел Манжос, 12 канал. Именинный пирог в форме ракеты «Ангара» испекут в Омске в день города. Кулинарная акция пройдет на Любинском проспекте. Это одна из главных точек празднования. Вообще же гуляния по случаю дня города будут проходить целых три дня – 2, 3 и 4 августа. Центральными станут Соборная площадь, Омская крепость и улица Музейная. К примеру, на Любинском будут работать около сотни ремесленников. Они не только представят свои работы, но и проведут мастер-классы. Лучших выберут сами амичи. Оценят горожане и мастерство шеф-поваров городских кафе и ресторанов. На Любинском будут предложены площадки для того, чтобы они могли показать свои кулинарные искусства, гастрономию, вкусно накормить амичей на Любинском. Кроме этого, планируется в стиле ракета «Ангара» выпечать пирог порядка 10 метров. Ну а в целом день города амичи отметят с размахом. Пройдет больше сотни мероприятий – от праздников в округах до спортивных и развлекательных программ в центре Омска. Подробный календарь марафона с картой доступен на сайте городской администрации. Некоторые из них пройдут уже на этой неделе. В их числе выставка конкурс художников, дизайнеров и архитекторов «Омск. Здесь и сейчас 2024. Омское время». Она откроется в городском музее искусства Омска. Ну а в сам день города гуляния начнутся с 14 часов и продлятся до 10 вечера. На Соборной площади для амичей и гостей города выступят местные творческие коллективы. Приглашенной звездой станет артист Виталий Гагунский. А главным музыкальным подарком – концерт популярной группы «Пицца». Масштабно в этом году отметят и один из главных христианских праздников – День Крещения Руси. Большой крестный ход пройдет в Омске. В конце этой недели православных верующих ждут в Успенском кафедральном соборе. В 8 утра там начнется божественная литургия, после которой ориентировочно в 10 часов организуют крестный ход. Верующие пройдут по центральным улицам до Свято-Никольского казачьего собора. Шествие возглавит Всесибирская святыня, чудотворная обалакская икона при Святой Богородице Знамени. Этой святыне можно будет поклониться 27 июля в Успенском кафедральном соборе, а 28 июля, когда она будет доставлена к крестным ходу в Николо-Казачий собор, там в Николо-Казачьем соборе до позднего вечера. Завершится крестный ход благодарственным молебном в Свято-Никольском казачьем соборе. С особой молитвой о церкви и отечестве богослужения проведет митрополит Омский и Таврический Дионисий. Ну а после в сквере у храма организуют народные гуляния. Для гостей будут работать тематические интерактивные площадки. Отмечу, что масштабный крестный ход по случаю крещения Руси в Омске проводился в течение 10 лет. Традиционно прервали ограничения из-за пандемии коронавируса. В этом году ее планируют возродить. К участию приглашают всех неравнодушных. Новый вратарь авангарда Михаил Бердин пропустил несколько легких шайб подряд в выставочном матче звезд НХЛ и КХЛ в Москве. Социальные сети до сих пор кипят, но Андрей Блохин выяснил, что омский голкипер не виноват. Подробнее об этом и других событиях в стане ястребов в авторской рубрике «Оверзгляд». Здравствуйте, уважаемые! Это «Оверзгляд». Хоккейные новости 12-го канала. Меня зовут Андрей Блохин. До конца пресс-сезонки, по словам генерального директора авангарда Чистякова, мы возьмем как минимум одного игрока. Как минимум одного – это кого? Возможно, легионера. А возможно и 29-летнего русского форварда Матвея Заседу, про которого еще весной в начале пресс-сезонки официально говорили подробно на предконференции. Матвей нам был и будет интересен. Вы правильно помните, у него истекающий контракт с хоккейным клубом «Спартак». 1 мая он выходит на рынок ограниченно свободных агентов. Поэтому дальше уже, скажем так, в поле правового регламента КХЛ оставшиеся действия. Дело было ранней весной. Сейчас уже конец июля. А про заседу в авангарде почему-то ни слуха, ни духа. Что случилось? И вот тут мы вступаем с широкой дороги официальной информации, которой пока нет. На узкую тропинку слухов и домыслов. Говорят, что... Итак, говорят, что московский «Спартак» и его руководство заломило за Матвея Заседу, за права на этого игрока, просто бешеную сумму. Авангард пытается ее чуть-чуть хотя бы преуменьшить. Идут переговоры. Так поговаривают. Я не могу не подтвердить и не опровергнуть эту информацию. Нам остается только ждать. Когда-то про Таря Бердина мы так вот ждали, ловили, вылавливали целый год. И все-таки получить у себя здесь в Омске он будет у нас. Кстати говоря, про Бердина тут настоящий шурумбру начался в социальных сетях по поводу его игры в матче КХЛ против НХЛ в столице нашей Родины. Дескать, не так сыграл, много пропустил. Вот насколько мне известно, Бердин ехал на этот матч на своей машине из Уфы до Москвы. Посчитайте, сколько это километров. Потом вышел, вылетел пулей на лед без разминки, без тренировки. И сходу сыграл. Ну и что получилось, что получилось. Александр Еремчук, герой нашего прошлого выпуска, с 18 июля уже в Омске и тренируется. И, кстати говоря, ваш вопрос мне. Все-таки он по своему первоначальному образованию центр или край? Я спросил его об этом. Теперь уже более привычно с краю. Но когда была необходимость, когда центральный какой-то травмировался или вылетал, с удовольствием его заменял и вспоминал прошлые навыки. И напоследок о грустном дядя Миша ушел. Ушел Михаил Дурдин, одна из легенд омского авангарда. Он играл за Омск с 1974 года в хоккее. С начала 90-х работал в нашем клубе экипировщиком. Боб Хартли, который любил приклеивать прозвищи своему ближнему кругу, Дурдина называл Горбачев. С уважением называл. Дескать, большой ум. Президентский ум. Дурдин был главным книгочеем команды на всех выездах. Так говорят в хоккее, выездах. Как только приземлялся самолет, шли мы в гостиницу. Он ни на обед, ни на завтрак, ни отдыхать. Он книжный магазин за свежими новинками. Дядя Миша, спи спокойно. Смотри с небес на авангард. Мы постараемся тебя не подвести. Оверсгляд продолжается. И еще о хоккее. Сегодня стало известно, что авангард заключил двусторонний контракт с 22-летним центральным нападающим Дмитрием Злодеевым. Дмитрий прошлый сезон провел за океаном в АХЛ и вот сейчас возвращается в российский хоккей. За омскую команду он будет играть под номером 25. И вот какие материалы мы покажем во второй части нашего выпуска. Оставайтесь с нами. Отлетевшая на голову. Я остановилась вытащить только ключи. В этот момент мне грохнуло вот на мое левое плечо. Жильцы Сталинки в центре Омска боятся выходить из дома. От снарядов штукатурки уже пострадали люди и машины. Почему подрядчики отказываются ремонтировать 80-летнюю высотку? Без поддержки сейчас мирному населению не выжить. Люди, стахановцы, очень ценят внимание обещать, то, что делается совместно с подрядчиками. Как омские строители и инженеры помогают восстанавливать больницы и школы. Эксклюзивный репортаж ведущего 12-го канала Владимира Казанина с новых территорий России. И экстравагантно, живописно и мощно. Увидим самые яркие фрагменты фестиваля «Любинский арт». Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса. 106,2 FM в Омске. Если радио, то максимум. 105 FM в Омске. Четырехэтажка в центре Омска фактически рассыпается. Из-за отлетевшего куска штукатурки одна из жительниц больше двух месяцев провела на больничном. В другом случае повреждения получил припаркованный рядом автомобиль. Люди боятся выходить из дома. При этом по плану 80-летнюю Сталинку должны отремонтировать в этом году. Для этого выделены и деньги. Однако уже конец июля, а работы так и не начались. Почему, выяснила Светлана Мельниченко. Я вот от той калитки шла, вот в этот подъезд. Я здесь живу. Я остановилась вытащить только ключи. И в этот момент мне грохнуло вот на мое левое плечо. Я даже растерялась, думаю, откуда, чего. Оказывается, вот такой ком штукатурки грохнул мне на плечо. Сломано три ребра и скрытая травма плеча. Такой диагноз поставили Зинаиде Захаровой, травматологи. Лечение было долгим и дорогим. Два месяца женщина носила ортез и не могла двигать рукой. Соседу Ивану Хусакину отчасти повезло. Тоже мог пострадать при падении штукатурки с фасада собственного дома. Сам остался цел. Обломки повредили его автомобиль. Ремонт обойдется примерно в 100 тысяч рублей. Вот скол небольшой, и вот скол, и трещина по всему стеклу пошла. Ну, то есть лобовое стекло под замену получается? Лобовое стекло однозначно, да и скажет, под замену. Чтобы исправить ситуацию, впервые в этом году 80-летние Сталинки запланировали ремонт фасада. Вся сметная документация была проверена в соответствии с федеральными расценками. В настоящее время она составляет 10,5 миллионов рублей. И сейчас все зависит от управляющей компании, которая должна самостоятельно найти подрядчика и, соответственно, выполнить работу. Ремонтировать фасад можно только в теплое время года. Лето почти на исходе, а в обслуживающей организации разводят руками. В этом году вроде бы как выделили денежные средства в порядке 10 миллионов. Но за эти 10 миллионов, к сожалению, я не могу просто даже найти подрядчик. Согласно информации фонда капремонта, выполняющего работы в рамках региональной программы, работы по восстановлению фасада в аналогичном доме по адресу Авиагородок-3 обошлись чуть больше 11 миллионов рублей. И там на один подъезд больше. В мэрии обещают проработать вопрос управляющей компании для скорейшего начала капитального ремонта четырехэтажки на Герцена. А пока обслуживающая организация обещает обследовать фасад на предмет отслоения штукатурки. Светлана Мельниченко, Сергей Ленвебер, 12 канал. Погубил себя и пешехода. В результате аварии в Тарижском районе погибли два человека. ДТП произошло ночью. Согласно предварительным данным, водитель мотоцикла двигался по улице в поселке Новоуральский. По всей видимости, в темноте он не заметил проезжей части женщины и наехал на нее. В результате аварии водитель и пешеход от полученных травм скончались на месте происшествия. Окончательно обстоятельства и причины ДТП будут установлены в ходе проверки. Амичи продолжают восстанавливать инфраструктуру и социальные объекты в подшефном Стаханове Луганской Народной Республики. Напомню, что в этом году были запланированы работы на 20 объектах воды и электроснабжения, а также в школах, больницах и других учреждениях. Ведущий 12 канала Владимир Казанин сейчас находится в Стаханове. Посмотрел, какие работы проводятся и заодно узнал, что о помощи Амичей думают сами стахановцы. Приветствую вас. Это Владимир Казанин. Как всегда, я провожу летом время в Стаханове. Рассказываем и о защитниках отечества. Развозим гуманитарку, рассказываем о патриотических акциях. Ну и, конечно, не обходим мою любимую тему – жилищно-коммунальную строительную. Омская область и город Стаханов сотрудничают очень плотно. Много объектов вводится. Мы побывали в Ирмино, где меняется система отопления в школе. Меняем изношенную стальную друбу на полипропилен. Разница есть – работа в Омске и здесь. Есть, конечно, есть. По приезду сюда я увидел, что инженерные сети в очень починном состоянии. Чем можем, тем помогаем. Затем мы, конечно, побывали на объекте больничного типа, поликлиники, где новые приборы КТ, ну, нам не удалось посмотреть, но тоже вот отделка идет, тоже бригады трудятся. Ну и вот здесь непосредственно МФЦ. То, что для нас уже привычно, для жителей новых регионов России, только начинает набирать обороты. МФЦ строится, стационарный, и, конечно, мы здесь не могли не посмотреть и не пообщаться. Чем больше их будет в городе, тем лучше. Я только за. Ну, а вот это сотрудничество Омска и Стаханово, что вводятся объекты медицины, МФЦ газовые. Хорошо, это ощущается в городе, и я думаю, что это только на благо. Это замечательно, у нас ничего не строилось столько лет, поэтому только рада. Спасибо, Омску. Молодцы, ребята. Я просто смотрю, ну, видно, что люди работают и стараются, потому что, как говорится, и до самого позднего захода солнца, и солнце зашло, мы еще работаем. Так что большой им сейчас. Ясно, спасибо. Наши братья вам помогут. Но надо самим что-нибудь делать тоже, не так, что надо их переложить, а как в основном. Понятно. Ну, и я могу сказать, что люди, стахановцы, очень ценят внимание обичей, то, что делается совместно с подрядчиками. Подрядчики представляют у нас различные регионы России, из Кавказа, из средней полосы, из юга России, из Сибири. То есть все вместе взаимодействуют и восстанавливают здесь республику Луганскую. И люди это очень ценят. Владимир Казанин специально из Стаханово для 12-го канала рассказываю о новых объектах строительных системе ЖКХ здесь, в Стаханове и возрождении жизни в новых регионах России. Спасибо. В Омске стартовал 11-й фестиваль уличного кино. Показы прошли в парке 30-летия ВЛКСМ. Зрители увидели 7 лучших короткометражных работ последнего года и поучаствовали в развлекательной викторине. Среди конкурсных лент – картины известных режиссеров со всей России. В этом году организатором мероприятия выступил Омский киновидеоцентр. И на этом показы не заканчиваются. Увидеть лучшие фильмы фестиваля прошлых лет можно 27 и 28 июля. Место тоже – парк 30-летия ВЛКСМ. Интересно тем, что, во-первых, это происходит на природе, что очень необычно, потому что на самом деле я не знала, что у нас в Омске происходят такие мероприятия. Это именно народный фестиваль, то есть победителя определяют зрители. Интересно вам, ну, мне кажется, это дело вкуса, потому что фильмы очень разные, рассчитаны на разного зрителя, но мне кажется, что каждый из них по-своему хорош. Ну, а фестиваль творчества «Любинский арт» посетили больше 40 тысяч амичей. Праздник уже прозвали «Экспресс-выставкой культуры области». Здесь было все – живопись, музыка, проза, театр и даже интуитивное рисование через связь с космосом. Новый взгляд на искусство изучала Валентина Шемякина. Настоящий фэшн-вик развернулся на одной из аллей сквера Дзержинского. Обычно билет на такое шоу стоит несколько тысяч, но сегодня самые экстравагантные наряды презентуют бесплатно. Это больше, чем просто одежда, говорят дизайнеры. Каждый наряд – это призма, сквозь которую творец смотрит на мир. Образ называется «Транссиб». Я вдохновлялась транссибирской железной дорогой, путешествием по России. Мне интересовал колорит ночного поезда, мелькающих окон. Вот вся вот эта романтика, матрасы эти синие. Весь сквер превратился в одну огромную мастерскую. Удобный мольберт Алене Башмачниковой заменяет лавочка. Творить сегодня художницы приходится в полевых условиях. Полчаса работы и на полотне вырисовывается мужская фигура. Это Чекан Валиханов. Он находится, где его статуя, скульптура. Там есть здание в стиле модерн. Вот там будет окно такое. Так что он на фоне этого здания. На фестивале «Любинский арт» профессиональные художники создадут еще 19 подобных картин. Все они посвящены легендам Сибири. Для того, чтобы в принципе популяризировать душу нашего края, нашей земли. И возможно вот это достаточно добавлять в обыденность нашей жизни. Но пока работа в самом разгаре, каждый из гостей может примерить роль творца на себя. Больше работаем кистью, чем пальчиками. Остаться равнодушным к творческому процессу просто невозможно. Я не прикупила, я это сделала сама. Да, там мастер-класс походят и рисуют картины. Мы были на мастер-классе по нейрографике. Нужно изобразить то, что вы хотите, свои желания в этой картинке. На мастер-классе были даже. Что вы собрали, расскажите? Ну, цветовый, букет. Вот первый букет мой. Помимо этого, весь день гости праздника наслаждались живой музыкой всех жанров, театральными постановками, викторинами, фотозонами и угощениями. Конечно, узнала много. Я надеюсь, что в следующем году мы расширим свои познания благодаря этой программе. Параллельно фестивалью идет голосование. Наш город борется за звание культурной столицы России. Любинский арт доказывает, область преуспела не только в классических видах творчества, но и в самых современных. Это фестиваль молодого, современного искусства. И здесь соединяются музыка, живопись, графика, мода, дизайн. Все это вместе придает большой импульс творчеству. И самый долгожданный момент на сцене – хедлайнеры фестиваля. Это группы фанк-пауэр и кавер-бэт-джам. Первые прибыли специально из Екатеринбурга. Всего же фестиваль посетили более 40 тысяч гостей. Валентина Шемякина, Дмитрий Алдыгебченко, 12 канал. Смогут болеть за своих атлетов, не выходя из дома. 12 канал традиционно организует трансляцию сибирского международного марафона. Наш телеканал показывает забег в прямом эфире уже больше 20 лет, и этот год не стал исключением. К предстоящему спортивному событию идет активная подготовка. Так, сегодня операторы опробовали в работе огромные пикапы, которые будут следовать по маршруту бегунов. Именно благодаря установленным в них камерам наши зрители смогут следить за лидерами марафона. Увидеть себя во время бега смогут и сами участники. Экраны будут работать в двух местах прямо на трассе. Напомню, главное спортивное событие лета состоится уже 3 августа. Старт будет дан на Соборной площади. У Амичей есть уникальная возможность загадать желание во время падения звезды. С этой недели и до конца августа пройдет ежегодный звездопад Персеиды. Этот метеорный поток образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц. Они сгорают в земной атмосфере, образуя звездный дождь. Под конец месяца ежечасно с 2 до 4 ночи с неба будет падать около 150 космических тел. Оценить красоту зрелища в полной мере можно лишь за городом. Там, где нет искусственного освещения, вспышки будут особенно яркими. Специалисты уверены, звездопад способен зарядить человека энергией на весь год. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. И о погоде завтра, 23 июля. В Омске переменная облачность, возможны осадки. Ночью плюс 14, плюс 16. Днем 22-24 градуса выше нуля. В районах облачно с прояснениями ночью плюс 13, плюс 15. Дневная температура 20-23 градуса выше нуля. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Таковы новости. До встречи на 12-м канале. Редактор субтитров А.Семкин